Всем привет еще раз. Ну, было, видимо, много докладов. Я, правда, в трансляциях только посмотрю. Видимо, все подустали. Пара слов. Несколько слайдов. Наверное, штук 8 или 7. Я не считал, сколько успел сделать, на самом деле. На самом деле, это просто финал курса. И хочется немного порассуждать, как оно еще вышло. И сейчас я пойму, как следующий. Да, окей. Но мы, на самом деле, думали, что реально будут там три коллеги все делать. Ну, или чуть более уважительно, что аудитория будет из нескольких десятков человек. Ожидание было, собственно, что первое задание сделают человек 10. Получился онлайн-курс. MOOC, как принято говорить. И, соответственно, надо было как бы на кипиши поднимать организацию. Так, ребят, нам нужна автоматизация, все дела, как это сейчас модно говорить, управление проектами и все такое. Ну, то есть, да, то, что было на коленке, срочно надо было поднимать, какие-то веб-формы пилить, чтобы автоматически проверять. Какие-то я скрипты на коленке писал там в пандасе, чтобы как-то ваши там баллы пересчитывать. И очень благодарен всем, кто мне с этим помогли. Получился действительно небольшой MOOC, маленький MOOC такой. Коряво работает переключатель. География. Ну, это веселее смотрится, конечно, в интерактиве, на телевизоре. Но ссылочку я кидал, там можно было покликать, посмотреть, кто откуда приехал. Спасибо товарищу Юрию Исакову за визуализацию такую. Походу она сделана на R, но мы все равно его любим. Ну, и тут, да, видите, Россия, СНГ, Америка. Один. Один товарищ. Может быть, он нас смотрит, тогда большой привет. И тут данные не по всем, на самом деле. Это форма была, вопрос был в форме третьей домашки, кто успел ответить. Вот такая получилась география. Около тысячи курсов в начале. Дошли, сделали последнюю домашку, человек 120. Вот мы сейчас видим вас, человек 80 или 90. Это не так плохо, на самом деле. То есть в онлайн-курсах все хуже. Ну, тут понятный паттерн. На самом деле вы действительно молодцы. Не знаю, как бы мне хватило мотивации. Онлайн что-то как-то за идею, да, там что-то делать, домашки. Ну, понятно, да, такой, скажем так, отрицательно-призводный. Это у всех так. Но с 520 до 120 это отнюдь неплохо. Если средний балл домашек посмотреть, ну, видим, локальные минимумы на тех домашках, которые я делал, разрабатывал. Ну и, кстати, восьмая и десятая это на реализацию алгоритмов самостоятельно. То есть, видимо, все-таки, если задание чуть сложнее, чем впишите строчку кода сюда или сюда, где надо уже подумать чуть поболее, оно сложнее оказывается. Вот, что не влезло, да, в кадр. Ну, собственно, презентация начиналась с этого слайда. Ну, конечно, это, да, был большой бадхерт. И, да, если кто-то нас смотрит в трансляции и не понимает, о чем речь, я извиняюсь, потому что это чисто внутряк, между собойчик абсолютный. Ну, вообще, проблема глубже, да, как вы понимаете. То есть, конкурс был на визуализацию, и плюсики мы ставили тем, кто делает хорошую картинку на основе данных. Сначала были, да, действительно крутые картинки, гистограммы, TSNI, World of Viki и так далее. Потом это дело решили саботировать, рисовать котиков. Дошло вот до этого. Ну, проблема, да, действительно в том, что в онлайн-курсы не получается вставлять вопросы с расплывчатой формулировкой. Это, конечно, тоже отличает онлайн-курсы от реальной жизни. Ну, в частности, сейчас в работе, в мейле у меня даже бывают некоторые проблемы с тем, что я донес, а начальник понял. И даже мне советуют сходить на курсы по коммуникации и все такое. Я был удивлен, потому что, ну, вроде бы я привык, что я говорю, меня понимают. Это и в преподавании так, и вообще в жизни. Но, конечно, тут, да, мы столкнулись с тем, что бизнесу что-то объяснить – это сложная задача. Ну, и в частности, вот этот конкурс на визуализацию тоже подчеркнул, что расплывчатые формулировки заданий приводят вот к такому. И в частности вопрос был, кто такая Элис. Никаких спойлеров я не знаю. То есть мы не поймем, что за Элис была, с которой мы просидели десятки часов в этом соревновании. Было много про нее узнано, да, по каким сайтам она ходила, там, самым разнообразным. Но мы так и не узнаем, кто это. Давайте обсудим, что дальше. То есть нас тут много собралось. Во-первых, перезапуск курса 6 сентября. Может быть, вам это не так интересно, но несколько человек говорили, что хотят во второй раз пройти. В общем, такая возможность есть. Домашки поделать, новые на самом деле. Те же самые статьи на хабар подписать, тюториалы новые подписать. Но, наверное, вам это не так интересно. Но, тем не менее, можно рассказать друзьям. Я никогда не пишу эти все лайки, share, репост, но на самом деле действительно можно. 6 сентября это здесь будет проходить параллельно с мейловским курсом. То, что я хотел сделать для сотрудников мейла. Никак не могли мне аудиторию найти. Вот, наконец, не прошло и полугода, как аудитория определилась, конкретно это. Так что, да, возможно, еще такой бонус, что топ сколько-то 20-30 будут приглашаться на живые лекции сюда. Конкретно в эту аудиторию. Тем не менее, хотим двигаться дальше. Мы будем вместе ботать CS231. Это стэнфордский курс, один из лучших по нейронным сетям. Но получается сразу за вот этим, второй итерацией, такого же курса, с середины ноября мы его начнем. На картинке можно видеть Карпатова, Карпаты, Анжиа, Файфай Ли, в общем, самые авторитеты из Стэнфорда по работе с изображениями. Ну, курс, пожалуй, идеальный по нейронным сетям. И почему бы вместе его не попроходить? Там, в принципе, все материалы уже в открытом доступе. Дедлайны мы сами для себя сочиняем, друг друга подгоняем, пингуем, код ревью можно проводить. Но, в общем-то, это намечается с 15 ноября. Если дальше хотим погрузиться в теорию, то есть понятно, да, что наш курс, он не исчерпывающий. Это такие основы, немного с математикой, да. Но если подход научный и хочется, собственно, именно в машинном обучении поразбираться в теории, то тут, конечно, очень много всего. Но я бы сам советовал прежде всего вот эти две книги. Это Бишоп, Pattern Recognition and Machine Learning. У него такой байсовский подход, красивый, и он ведется на протяжении всего повествования. Ну, действительно, очень красивая теория, если хочется именно что-то понимать, вспомнить математику. И, конечно же, Deep Learning, Good Fellow. Реально Good Fellow. То есть он в Гугле параллельно работая написал книжку. Ну, вот ему Google выделил один день в неделю, пятницу. И там за сколько, за полтора года он написал, ну, пожалуй, сейчас лучшую книжку по Deep Learning. Она начинается причем с базовой математики. Там тоже Леналти, Арвер, оптимизация. Потом основы машинного обучения. Все очень хорошо это подается. Просто понятно. Ну, в общем, да. Пожалуй, идеальная книга для того, чтобы после подобного курса базово погрузиться в мир нейронных сетей. Если больше практики, то это Kaggle. Добро пожаловать в канал Kaggle Crackers. Ну, если хочется по субботам вечером что-то обновлять, там рейтинг, смотреть свои посылки, то это вам сюда. Я, на самом деле, когда в ночь субботами на воскресенье, там в 4 утра что-то пошел там допосылать, я задумался над своей адекватностью. Но на самом деле, да, действительно, практика это очень крутая. И, наверное, в этих соревнованиях, которые у нас были в курсе, вы уже успели это заметить, что методы методами, но реально руками что-то сделать так, чтобы оно заработало. На Kaggle действительно это можно круто отрепетировать. И, наконец, работа в области машинного обучения. Если вы еще тут не работаете, очень часто меня спрашивают, вот как мне срулить машинное обучение, если я то-то-то занимаю позицию X в компании Y, если я сейчас там банкир, у меня такой стаж, как мне пойти на нубские позиции, на какие-то базовые джуниор. Честно говоря, не знаю. То есть у каждого своя судьба. Но в канале карьер можно начитаться много историй, самых разных. Можно спросить совета. Действительно там очень много всего. Ну, помимо трепа, там какие-то хорошие советы, как можно там попасть на стажировку. Ну, если, понятно, релевантного опыта не было, вряд ли это будет там Яндекс.Мейл или топы какие-то, но вообще как перейти в новую область? Действительно это не простой вопрос. Статьи писали для вас вот эти товарищи. Наверное, не имеет смысла всех перечислять. Но также, да, большое спасибо авторам домашек, докладчикам сегодняшним на митапе. Хочу отдельно поблагодарить организаторов со стороны мейла, Веронику Истомину. И вам спасибо всем участникам курса. До встречи. Я думаю, мы еще увидимся, пересечемся в слэке. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ